Как это не прискорбно, мы стали превращаться в нацию умственно отсталых. Алкоголь, выпитый мужчиной в течение трех месяцев до зачатия, пагубно сказывается на физическом и особенно психическом здоровье его потомства. Но если мужчина прекратил употреблять алкоголь, то по прошествии трех месяцев происходит полное обновление сперматозоидов. В яичниках каждой женщины находится запас, который поистине можно назвать золотым запасом человечества – множество яйцеклеток. В отличие от мужских, женские половые клетки формируются внутриутробно, еще до рождения самой женщины. Яйцеклетки являются самыми долгоживущими клетками организма. Оболочка яичников надежно защищает эти клетки от воздействия практически любых вредных факторов, кроме этилового спирта. Этиловый спирт, будучи отличным растворителем, проникает внутрь яичника и поражает часть клеток, из которых могут быть зачаты дети. И с каждым бокалом алкоголя процент пораженных клеток возрастает. И может получиться так, что через несколько лет оплодотворится именно та клетка, которая была отравлена тем самым бокалом шампанского на Новый год. Этот бокал может дать начало больному ребенку с серьезными умственными или физическими отклонениями. По данным Минздрав соцразвития, ежегодно в России рождается порядка 100 тысяч детей с аномалиями развития. Порядка 14-20% из них погибают в первую неделю жизни. Около 25% малышей из 100 тысяч рождаются с пороками сердца. 30-50% из них показаны кардиохирургические операции в первые часы жизни. Примерно 200 тысяч беременностей заканчиваются выкидышами. Вероятность рождения больного ребенка прямо пропорциональна тому, сколько женщина выпила с первой рюмки и до момента зачатия.